Теперь, когда я захожу в детальную информацию своей карты, вижу, что настала овердрафт. Эти девять букв вызвали в душе Яны Мирошниченко безбрежное море возмущения. К такому сюрпризу мобильного приложения Сбербанка его 24-летняя клиентка была совершенно не готова. Владеть овердрафтовой картой, что подразумевает перерасход средств, она не хочет принципиально. Специально оформляла дебетовую, с которой можно тратить лишь поступающую на счет зарплату. Когда я заводила карту, изначально в банке обговаривалось, что она дебетовая. И просто испугалась, что банк в одностороннем порядке изменил договор и она стала овердрафт. Карта дебетовая была удобнее, потому что я могла рассчитывать точную сумму, которую я могу потратить. То есть сейчас есть такая опасность, что я могу уйти в минус и плюс еще с этих денег может взяться процент. Вместе с Яной заволновалась и добрая половина Благовещенска. О том, что Сбербанк сменил статус дебетовых карт на овердрафт, горожанам сообщила массовая рассылка по WhatsApp. Посыпались телефоны и страшилки, мол, некоторые уже потратили намного больше, чем было на счетах. А банк не только не предупредил, начислил огромную пеню. Это неправда, заявили работники кредитной организации. И уточнили, проверить, возможен ли перерасход может любой клиент. Вы можете сами попробовать совершить покупку на сумму на 1 рубль, превышающую остаток по вашей карте. То есть, если, например, у вас 1000 рублей на карте, попробуйте что-нибудь купить на 1001 рубль. И из банка придет отказ с комментарием «недостаточно средств». Действительно, в нашем мобильном приложении информация на карточке продукта отражается не совсем корректно. Там действительно сказано слово «эзодрафтное». Это в скором времени будет изменено. На своих страницах в социальных сетях Сбербанк уточнил. Статус карт с дебетовых, но овердрафтные в мобильном приложении изменили ради корректной работы программы. Как одно влияет на другое, клиенты понять так и не смогли. Впрочем, уже через пару суток кредитная организация вернула им картам первоначальный статус. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город».